Resident Evil 5 это одна из тех игр, которая в своё время подарила мне огромное количество незабываемых впечатлений. Я полюбил её не за красивую графику, не за увлекательную историю и явно не за продвинутый геймплей, а в первую очередь за возможность побегать в кооперативе. На момент выхода игры у меня не было ни малейшего понятия, что из себя представляет серия, а если был с ней как-то знаком, то лишь по фильмам Пола Андерсона, немевших с франшизой практически ничего общего, кроме имен персонажей, большую часть из которых он ещё даже не вёл в сюжет. Поэтому для меня тогда в 2010 году всё начиналось с чистого листа. Как сейчас помню, те далёкие летние деньки, когда единственным загородным развлечением был маленький квадратный телевизор с разрешением 480 и подключённый к нему легендарный Xbox 360. Сейчас уже сложно представить, как мы умудрялись играть на раздельном экране, но тогда были важны не столько условия, а сама возможность пройти вместе какую-то новую историю. И в отличие от второго герса фора, вышедшего примерно в то же время и пройденного мной бесчисленное количество раз, у 5-го резидента есть несколько отличительных фишек, делающих игру особенно приятной для кооперативного прохождения. Но перед тем, как мы окунёмся в основную часть ролика, начну, пожалуй, с небольшой ремарки, как именно я собираюсь оценивать героя сегодняшнего дня. Resident Evil 5 практически всегда принято рассматривать через призму предыдущей части, которая, по словам многих разработчиков, геймдизайнеров и просто обычных игроков, перевернула восприятие всей индустрии, и была не только настоящим шедевром среди survival-хорроров, но и в целом прорывным проектом. И хоть в середине нулевых на моём компьютере было предостаточно культовых игр, отлично запечатлившихся в памяти, к сожалению, среди них никогда не было места для четвёртого резидента, поэтому придётся обойтись без каких-либо сравнений. Я буду рецензировать игру исключительно как самостоятельный и уникальный проект, без задней мысли, что геймплеи, механики, враги, локации, всё перекочевало с четвёртой части, даже если так оно и есть. Возможно, кто-то из вас приводливо подметит, что без оглядки на прошлую часть нельзя по достоинству цены и проделаны разработчиками труд, иначе каждый год можешь выпускать одну и ту же игру, слегка менять декорации и продавать её по фулл прайсу, хотя у нас и такие примеры имеются. Но поверьте, я и без того выделил в пятом резиденте для себя несколько недостатков, о которых сегодня хочу поговорить, не опираясь на его так называемую вторичность и неспособность предложить что-то новое. Но по крайней мере, не раз буду ссылаться на первый Dead Space, так как игры всё-таки представители общего жанра, да и вышли примерно в одно время, поэтому думаю некоторые сравнения будут весьма уместны. Но начнём с небольшого вступления в сюжет. Пятый резидент является достаточно локальной игрой, и если вы не проходили ни одну из предыдущих частей, то это вряд ли как-то отразится на погружении. Хотя здесь и присутствуют сюжетные линии, берущие свой начало ещё с первой части, но вникнуть в них можно благодаря парочке флэшбеков. Но я всё же вкратце расскажу о ключевых событиях. В 1998 году в небольшом промышленном городке Раккун-Сити, насчитывающем порядка 100 тысяч жителей, произошла утечка Т-вируса, разработанного фармацевтической компанией Амбрелла. Постепенно всё население мутировало в так называемых зомби, и правительство приняло решение сравнять город с землёй. Невредимыми сумели выбраться лишь несколько человек, среди которых был и протагонист первого резидента Ивила, Крис Редфилд. Через несколько лет после инцидента корпорация Амбрелла была объявлена банкротом, но биооружие, разрабатываемое ими на протяжении десятилетий, оказалось в руках биотеррористов. Для борьбы с ними было создано специальное подразделение BSA, а Крис стал одним из лучших оперативников. В этот раз Редфилд отправили в Западную Африку предотвратить сделку по продаже биооружия, а его напарницей стала молодая и горячая шевочка Аламара. Встретившись со связным, мы получаем своё снаряжение и информацию, что главной целью является некий Ирвинг, промышляющий продажи биооружия. Поэтому наша первоочерёдная задача – проследовать к его последним координатам и арестовать. Вскоре Крису в руки попадает диск данными, где на одной из фотографий он замечает свою бывшую напарницу Джилл Валентин, последние годы считающейся погибшей, что лишь усиливает его мотивацию, чтобы то не стало разобраться в происходящем. Для Шевы же хоть и впервые противостоят целым ордам инфицированных, но всё же она собирается силами и обещает Крису быть с ним до конца. Хотя это явно будет не самая лёгкая прогулочка, ведь противостоят нам будет не те малюшёные зомби, с которыми Крис столкнулся в особняке Спенсер в оригинальном Резиденте, а так называемый Маджини, заражённый Лас Плагасом. Те из вас, кто хорошо осведомлён сюжетной составляющей 4-го Резидента, наверняка вспомнят, что эти мелкие паразиты могут встраиваться в организм человека и захватывать его нервную систему. После внедрения паразит подавляет волю и самосознание носителя, делая его крайне уязвимым для внешнего контроля, в чём особо были заинтересованы биотеррористы. Но инкубационный период для потенциальных закачеков был слишком длителен, поэтому в ходе экспериментов в компании Трайселл, считающейся наследником Эмбреллы, был разработан Плагас Типа-2. Он обладал теми же свойствами, но внедрялся насильственным путём и позволял контролировать носителя уже через несколько секунд после заражения. И так уж вышло, что на нас, оперативниках BSA, прямо сейчас проводятся заключительные полевые испытания, организованные Ирвингом. И если в первых локациях Маджини практически не отличается от обычных людей, которым достаточно снести башку, то в дальнейшем с каждым проделанным шагом будет появляться всё больше и больше противников уже с развившейся Плагой. У одних это огромные щупальца, появляющиеся из шеи, в которой на высоком уровне сложности всади хоть два писследных магазина, всё бессалку, а потом придётся прибегать калибру посерьёзнее. У других же это крылатые паразиты Кипипео, с которыми справиться намного легче, да и особой угрозы они не представляют, выполняя лишь роль парящих статистов. Видимо, добавлены они были исключительно для галочки, дабы разнообразить виды противников. Хотя можно ведь было постараться и запилить анимацию, как они обхватывают вас, пытаются уточить как можно выше, а напарнику следует вовремя среагировать и сбить их. Но, видимо, разработчики решили, что и так сойдёт. Что касается самих Маджини, то на данном этапе они, если используют какое-то оружие, то в основном либо подручное в виде лопаты бит, либо же арбалеты динамитные шашки, под которые лучше лишний раз не подставляться, ибо бьют они не слабо. Ближе уже к последним главам заражённые, так сказать, эволюционируют и начинают использовать огнестрельное оружие. И в целом, при должном дозировании я не против подобных изменений, но игра превращается в самый настоящий тир, где тебя обстреливают буквально с каждого угла, со снайперок, калашей, РПГ, а в дальнейшем и вовсе появляются бруты с пулемётами. В такие моменты назревал логичный вопрос, а куда я вообще зашёл, в Resident Evil или в какой-то обыкновенный шутан, потому что от экшен-хорора здесь не оставалось ни следа. Ты просто бежишь вперёд, защищаешь одну арену, вторую, третью и так далее, вплоть до самой концовки. Да и сами по себе мобы невероятно тупые, они зачастую упираются в стены, идут в противоположную от вас сторону, спотыкаются об невидимые объекты, а иногда и вовсе подходят вплотную и застывают на месте. Подобные моменты абсолютно обесценивают высокий уровень сложности, и в игре есть лишь несколько противников, сделанных должным образом. Среди них уже многим знакомый старый добрый бензопильщик, перекочевавший с четвёртой части, и мутировавший на сихмообразный минуемый жнецом, который ваншотит, если подпустить его в упор. С боссами абсолютно та же история. В предыдущем своём обзоре на Dead Space я нисколько не затрагивал тему боссфайтов. Они были сделаны хорошо, хоть и не отличались разнообразием. В большинстве случаев от тебя не требовалось ничего, кроме как действовать уже по известной тактике, и легко выходить победителем. В резиденте ситуация немного отличается, большая часть боссов действительно сделана неплохо, в бою с ними тебе предоставляется однократная возможность использовать уникальное оружие, такое как огнемёт или лазерный спутниковый целеуказатель. Но в то же время у меня есть одна претензия, о которой я расскажу на данном примере. Казалось бы, я стою в считанных метрах от этой слизкой твари, между нами не было никаких видимых преград, которые могли помешать провести точную атаку, но она всё равно неведомым образом умудряется промазать в своём выпаде. Мало того, что боссы и без того не особо подвижны, от которого не составляет труда бегать кругами в ограниченном пространстве, так ещё и его единственная возможность нанести хоть какой-то урон по вам заканчивается ничем. Всё это приводит к тому, что я не испытываю страха сделать опрометчивое движение, ненароком подставиться под врагами, ибо знаю, что это косое недоразумение всё равно промажет. В Dead Space такого не было, и каждый раз, когда ты не успевал вернуться от удара щупальцем, то заслуженно получал по щам. Но здесь есть так называемые квиктайм-ивенты, которые сами по себе призваны неплохо разбавлять геймплей, но убого сочетания клавиш портит всю малину. И если к выбору кнопок A плюс D вопросов быть не может, то я не представляю, насколько сильно нужно быть поглощённым ненавистью ко всему живому человеку, посчитавшим комбинацию F плюс V хорошим вариантом. Из-за этого, казалось бы, простая фаршировка свинцом тела Эль-Гиганта, использующего вместо трусов тело убитых оперативников, превращается в 10-минутную дрочильню минигана. Конечно, спустя 2-3 повторных прохождения ты уже запоминаешь, какие именно моменты необходимо прожимать кнопки, но на мой взгляд, куда практичнее было бы использовать вариант Q плюс И, например. Да, это вроде можно было самостоятельно поменять настройках управления, но прямая задача разработчиков сделать изначально всё по-человечески, чтобы игрокам не приходилось заморачиваться подобной ерундой. Но стоит отдать должное, что они хотя бы не подвели с арсеналом, вооружив нас немалым количеством классных пушек на любой вкус. Здесь есть разные виды пистолетов, дробошей, ппшек, снайперских и автоматических винтовок, рокет-лаунчер и, конечно же, мой любимый гранатомёт, который вы будете постепенно находить в процессе прохождения. И перед каждой головой встаёт нелёгкий выбор, какие именно стоит с собой взять, потому что инвентарь не бесконечный и всё не унесёшь. Собственно, поэтому так заманчиво проходить игру в кооперативе, ведь вы не просто бегаете под ручку, устраивая геноцид соплеменников Шевы, но и можете взаимодействовать друг с другом, обмениваясь патронами, хилками, что добавляет реализм. Плюс грамотное распределение оружия между двумя игроками позволит гораздо эффективнее и разнообразнее расправляться с противниками, комбинируя различные стили. Например, я любил идти в ближний бой и использую свой прокачанный дробовик, а мой тиммейт оставался чуть позади и прикрывался снайперке. Улучшение оружия происходит опять же между главами с помощью найденного в процессе игры золотишка, который выпадает с убитых противников или дожидается в разрушаемых ящиках. Прокачка здесь элементарная, без тысячи различных веток и бесполезных характеристик. В большинстве случаев можно повысить лишь три из них, а именно урон, скорость перезарядки и вместительность магазина. Также за внимательное изучение локаций игра будет вознаграждать вас различными рубинами, изумрудами, проще говоря сокровищами, которые можно продать за кругленькие суммы. Мне нравятся подобного рода небольшие собирательства, которые сделаны в меру, грамотно встроены и не отвлекают от основного повествования и геймплея. И к чему я точно не могу и не хочу придираться, так это количество локаций и их многогранности. Вы побываете где только можно представить. Трущобы, деревенские рынки, шахты, карьеры, болота, заводы, лаборатории, пещеры, подземные города древних цивилизаций. Со временем мне даже стало немного надоедать в такая быстрая смена декораций. Ты вроде только привык к мышам и голодным крокодилам, а события резко переносятся на условный нефтеперерабатывающий завод. Также нельзя не упомянуть блевотный зеленый фильтр, о необходимости которого до сих пор ходят споры. И хоть я могу понять позицию людей, считающих, что он подкрепляет драматическую атмосферу Западной Африки, но вы только посмотрите, как буквально все, включая персонажей, преображается без него. И кстати, о персонажах. Ранее я уже обмолвился, что наследником Умбреллы по разработке и продаже биооружия выступила компания Tricell, а ключевую роль в этом сыграл Эксел Легионы или Жионы, как хотите, благодаря чему получил повышение до главы африканского подразделения. В этом ей неоценимую помощь оказал один из главных антагонистов серии еще со времен первой части, Альберт Вескер, поделившийся образцами Лос-Плагаса и доступом к исследованиям Умбреллы. Вместе им удалось обнаружить местонахождение вируса Прародитель, открытого главой Умбреллы Озвеллом Спенсером еще в 60-х годах. Именно он послужил основой для большинства вирусов в дальнейшем разработанных корпораций. Спенсер на протяжении всей своей жизни пытался найти путь к бессмертию и созданию расы сверхлюдей, открывая все новые и новые проекты, среди которых наиболее успешным оказался проект под кодовым названием Вескер. В него были отобраны, ну как отобраны, похищены сотни детей со всего мира, обладавших превосходными генами. И развивавшись под постоянным скрытым наблюдением Умбреллы, они получили наилучшее образование, а в дальнейшем каждому был введен экспериментальный штамм вируса, в результате чего в живых остались лишь двое испытуемых, одним из которых был Альберт. Он проявил одаренный и незаурядный интеллект и уже в 17 лет стал частью Умбреллы, где больше десятилетия занимал должность одного из главных научных сотрудников. Параллельно возглавив отряд Старс в Раккун-Сити, где познакомился с Крисом и Джилл, но ему не было у них никакого дела, как впрочем и до самой Умбреллы. Вескер уже выстроил свои собственные планы и договорился о сотрудничестве с тайной организацией. Во время вспышки этого вируса, Альберт ввел себе вирус-прототип, благодаря которому смог пережить встречу с биологическим оружием, именуемое Тираном, а после успешной регенерации обзавелся сверхчеловеческими способностями, такими как сила, скорость, выносливость и так далее. Но на тот момент он был еще очень далек от совершенства, и ему только предстояло изучить и адаптироваться к новым силам. Спустя годы уже прокачанный Вескер вновь встретился со своим создателем, где тот поведал ему о своем видении идеального мира будущего, где нет места для людей второго сорта, и в котором он желал стать настоящим богом. Альберт вдохновился речью давнего наставника, после чего убил старого обессиленного Спенсера, посчитав себя единственным достойным кандидатом на вакантное место бога. Excel-очка же разделял евгенические планы Вескера, питая надежды пристроить свои две эль-гиганты поближе к тепленькому местечку, а потому всячески способствовал разработке нового вируса, получившего название Уроборос. Он должен был определять в организме человека превосходные гены, подобные тем, которыми обладал сам Вескер, и в случае их наличия даровал носителю сверхчеловеческие способности, включая бессмертие. Если же совершенные гены отсутствовали, то вирус поглощал тело человека и образовал червеобразную субстанцию, с которой мы несколько раз сталкивались в процессе прохождения. Но, несмотря на всю гениальность Альберта, у меня есть большие вопросы к задуманному им мероприятию. Какой смысл выводить расу сверхлюдей, при этом уничтожая всех остальных, кто потенциально мог трудиться на производствах и создавать блага? Ведь в случае распространения Уробороса, а как следствие гибели миллиардов людей, со временем перестанет функционировать ключевая инфраструктура, накроются электростанции, в том числе и атомные, что со временем приведет к сбою их систем охлаждения и глобальной катастрофе. А таких станций по всему миру сотни, и я не думаю, что среди счастливых обладателей совершенных генов найдется достаточно компетентных людей для урегулирования данной неувязочки. Поэтому, если Вескер и собирался становиться богом, то, видимо, богом пепелище. Хотя это, безусловно, роднит Вескера со многими другими культовыми антагонистами, которых в большинстве своем объединяет одна заведомая цель – безграничная власть, которую они всегда стремятся заполучить, даже ценой жизни миллионов, а то и миллиардов людей. Для них не существует компромиссов, а цифры не имеют значения, важен лишь конечный исход. Палпатин жаждал безграничной власти, так как в этом был весь смысл существования ситхов, об этом напрямую сказано в их кодексе. Саурон стремился к порабощению Средиземния, так как желал единолично править миром, согласно своему собственному видению. Каждый из них невероятно могущественен, умен, коварен, проницателен и превосходный манипулятор, в рамках своей вселенной, разумеется. И все эти слова применимы к Альберту, а ведь далеко не каждая франшиза может похвастаться подобными персонажами. И мы должны быть благодарны Кэпкам за то, что когда-то они подарили нам такого превосходного антагониста, который, кстати, возвращается в предыдущем ремейке четвертой части, поговаривают, что его роль будет расширена, но пока непонятно, хорошо это или плохо, ведь в оригинале он был скорее закулистым игроком, преследовавшим свои интересы через аду. Поэтому мне кажется, что речь идет скорее о какой-то заключительной сцене, где он добывает плагу из тела Краузера, или же вовсе о режиме наемника. И как бы то ни было, я буду рад возвращении Альберта, особенно после того, как киностудии многократно пытались очернить его в прямом и переносном смысле этого слова. Резюмируя все вышесказанное, хочу еще раз подчеркнуть, что именно Альберт, главная жемчужина пятого резидента, и одна из немногих причин, по которой можно согласиться с оценкой 7.1 на метакритик, потому что в большинстве отношений игра все же проседает. Я намеренно опустил тему визуала, сделав скидку на 2009 год, да и по правде говоря, о графике здесь думаешь в последнюю очередь. Но все же иногда белый, плоский и статичный свет буквально оголял древние текстуры, что особенно бросалось в глаза в таких локациях, как шахта и подземный город. К тому же в длинных лабораторных коридорах, казалось бы симметрично расположенные светильники, неравномерно заполняли пространство светом, образуя местами большие темные пятна. Но это уже больше придирка любителя Dead Space, где работа над постановкой света была проделана образцово. Заявленным хоррором здесь даже не пахнет, а для полноценного экшена не хватает динамики и интересных механик, что попытались уже изменить в следующей части, ускорив геймплей и добавив возможность вести огонь в движении, тем самым сделав еще больший уклон в сторону кооперативного шутера, наступив на те же самые грабли, что в дальнейшем и третий Dead Space. И если Айзек канал в небытие на целое десятилетие, то Capcom нашли путь к искуплению через седьмую часть, где было решено перестать мельт концепцию и вернуться к истокам, но уже с видом от первого лица, что пришлось не понравилось многим фанатам серии, но в целом положительно повлияло на франшизу. Об этом я обязательно расскажу в следующих роликах, ведь Resident Evil богатая вселенная с большим количеством интересных персонажей, поэтому в ее рамках данное видео будет явно не последним. И если вы досмотрели до конца и вам понравилось увиденное, то буду признателен любой активности. Прошлый ролик по первому Dead Space оценило немало людей, он ежедневно растет, и я благодарен каждому, кто оставил лайк или комментарий. Ну а сейчас настало время прощаться, желаю вам побольше добра и счастья, в нашем мире их никогда не бывает в избытке. Всем пока!